Я в прямом эфире. Инстаграм сообщает подписчикам, что вышла я в прямой эфир. Ждем, ждем-с. Катрина, привет! Первая, с сердечками, привет! Привет, привет! Вышла я в прямой эфир сегодня со своей страницы. Здравствуйте! Желаю вам хорошего дня. Те, кто недавно проснулся, Москва просыпается сейчас, да, Хабаровск уже бодрствует. 15 часов дня уже в Хабаровске. Всем привет! Привет! Буквально немножко поговорим, расскажите, как у вас дела. Буквально секунд 30. Привет! Нас немножко наберется, вот уже 90 человек. Проговорим сегодня про что. Видели в сторис тему прямого эфира? Заряд бодрости! Почему мое желание не исполняется? Или еще любите вы спрашивать, когда? Когда желание исполнится? Когда? Об этом тоже будем говорить сегодня. Вспомним и вообще поймем, кто такой успешный человек. Нам всегда кажется, что успешный человек – это тот, у кого точно все желания исполнились. Да, действительно, действительно, можно назвать, потому что это определенные цели достигнуты, да. Но вот пока собираемся, хочу сказать, что у успешных людей, знаете, что их объединяет? Их всех объединяет. Много чего. Но ключевое – это вера в себя. Благодаря вот этой вере в себя они достигают своих целей, притягивают к себе желания. А еще вера в себя дает вот этот позитивный настрой, который притягивает к нам наши мысли. Про мысли тоже будем говорить сегодня. Очень много, и это очень важно. Человек, который контролирует свои мысли, человек, который контролирует свое сознание, да, и свой настрой, у него легче все гораздо получается. Переносятся какие-то трудности, возможно, которые возникают, да, потому что без них никак. Всегда быть на позитиве невозможно, сложно, и только шизанутый, наверное, постоянно на позитиве. Я тоже не всегда бываю в нормальном, таком прекрасном, радостном настроении, но у меня бывает это вот вспыльчиво, допустим. Я вот что-то мне надо здесь и сейчас. И я могу вот по этому поводу очень, но опять же, просить, просить. Я не говорю о том, что «Ой, так все сложно, так все трудно, и вот так, вот так». Кстати, хочу вам показать одну такую интересную штуку на моем телефоне, где проходит игра «Привет, Вселенная». Вот он, я нашла его. Вот телефон, здесь девушка, казалось бы, на позитиве, да, она говорит, «Представляешь, Лиля, как только начала играть в игру «Привет, Вселенная», начало реально все меняться, поменялось мышление, буквально там, да, на третьем эфире, когда мы вот с ней в WhatsApp переписывались, очень любят участники «Игру «Привет, Вселенная», потому что это личная переписка, и там можно нюансики различные ваши посмотреть. И вот на этом телефоне игра проходит, вот игра «Привет, Вселенная» одна закончилась, и мы сегодня открываем набор на игру «Привет, Вселенная», которая пройдет вот в апреле, 26 апреля, чтобы вместе карту желаний сделать в следующие первые лунные сутки, в общем, настраиваться на позитив и на нужные мысли. Смотрите, какая история. Вот, она присылает, ты представляешь, и она тут же улетает в отпуск, желание сбывается, и она говорит, «Захожу в самолет, и тут вижу такую надпись, и тут написано, пилот, Вероника Айстова, ставьте перед собой крупные цели, по ним труднее промахнуться». Мол, типа, ставьте цели, труднее промахнуться. Но даже здесь, казалось бы, очень позитивный такой, да, баннер, и что ставьте крупные цели перед собой, промахнуться будет невозможно. Речь про промах. Изначально неправильная установка. Вот я это сразу вижу. Я бы этот баннер переписала по-другому. Как его можно сделать? Ставьте перед собой крупные цели, по ним проще попасть. Понимаете? И тут про попадание. Видите разницу, да? Ставьте крупные цели, по ним труднее промахнуться, и ставьте крупные цели, в них проще попасть. Вот. Вот так вот в нашей голове. Говорим про желания, про наши. Мне надо, чтобы мои желания исполнялись в сию секунду. Вот сразу же. Вот я захотела, и мне так надо. Я могу очень переживать по этому поводу, но переживаю я опять же в позитивном ключе. Я говорю, когда желание мое исполнится. Да, допустим, там. Антон говорит, ты только что в этом подумала, это понятно все, тебе надо уже сейчас. Когда исполнится желание? Прежде, любимые мои, самые родные, мы сейчас с вами настроимся, все будет нормально, все исполнится, все будет классно, у всех однозначно, потому что не я придумала, что мысли материальные. Я просто знаю, как настроиться правильно. В игре «Предселенная» мы это делаем с вами в личной переписке в WhatsApp. Вы приходите по ссылке шапки профиля, попадаете в игру, и вот, ну, игра, марафон, да, как вот просто игра называем, что вот так вот ненавязчиво все с вами настраиваемся. А здесь, сейчас, давайте разберем вот такую вещь. Для того, чтобы желание наше, вот прежде чем спрашивать, когда оно исполнится, нужно понимать, правильно ли ты загадал его, да, подумал об этом, правильно ли ты путь выстроил к этому своему желанию, потому что без действий ничего не будет. Естественно, если ты будешь говорить, у меня накаченный пресс, он просто так не накачается. Да, будут сокращаться мышцы. Помните, я вам рассказывала, что эксперимент проводили ученые среди спортсменов, подключили провода, да, к нему, и сказали, представь свою трассу, как ты бежишь, и вот у него сокращались мышцы, хотя он сидел на стуле, потому что вспоминая мозг, вспоминаете эти движения, как он бежит, да, и мышцы сокращаются. Ну, вот точно так же, да, я вам приводила уже этот пример, но он очень яркий, понятный, и вот таким образом. Или еще один мой любимый пример, да, вот кто давно на меня подписан, помнит, что про утюг. Показывают раскаленный утюг, закрывают глаза человеку, прислоняют холодный, у него ожог, потому что он это видел, очень понятно это все. Поэтому давайте сегодня в эфире потихонечку, чуть-чуть разберемся, настроимся, это даже вот переключиться, как я называю. Давайте переключимся, с удовольствием, вот к вам вышла, я сегодня проснулась в таком заряде, и думаю, выйду к подписчикам, к своим любимым, дам заряд им этот с удовольствием, ну, вдруг кому-то именно сегодня вот нужно, вот, я не знаю, пожелать удачи, пусть она приходит к нему, да, пусть просто для настроения хорошего, еще что-то. Люблю я вас очень сильно, потому что вы позитивные, у меня подписчики самые лучшие, я говорю, что вы обречены на богатство, на счастье, на любовь, потому что подобное притягивает подобное, и когда ты вот в этом всем настроении находишься, у тебя все получается, действительно так. Вот, поэтому давайте немножечко по пунктам пройдемся. Первое, да, нужно действительно еще раз разобраться, твое ли желание это или нет, откуда вообще возникло это желание, зачем тебе это нужно? Зачем тебе это нужно? Для чего? Приведу на таком примере, вспомнила сейчас, да, его, допустим, хотят стать телеведущими, зачем хотите стать телеведущими? Популярность, хорошо, дальше, зачем тебе популярность? Ну, это прикольно, хорошо, если это прикольно, на свете очень много прикольных занятий, почему именно вот этот путь? Прикольно, можно что-то другое придумать, ты же цель прикольна, понимаете, конечную надо цель, себе понимать, для чего, для чего? Хорошо, на тот же вопрос, хочу стать ведущей, для чего? Ну, вот я буду популярной, хочу мужа себе найти, да, мужа, тот на меня никто не смотрит, вот я буду популярной ведущей и найду себе мужика. Цель какая? Найти мужика? Что такими путями-то пошел? Может быть, проще пойти, не знаю, умыться, накраситься и пойти, не знаю, в ресторан, может быть, просто погулять, не искать вариантов, почему на телевидении-то? Почему? Цель конечная какая? Телевидение, понимаете? Это вот я просто перевожу такой пример, любую, давайте, напишите свою цель, чего хотите, чего хотите, какое желание, разберем по полочкам. Вот, понимаете, в себе однозначно нужно разобраться. Во-первых, успокоиться, любимые мои, все хорошо, жизнь прекрасна, солнце светит, небо голубое, все прекрасно, главное, реально, чтобы все были живы-здоровы, вот что невозможно изменить. Вот это, а все остальное меняется, вообще со скоростью света, вы можете управлять своими мыслями, своим сознанием, настраиваться на позитив, либо на негатив, все, вы контролируете свою жизнь, понимаете? Дом за городом, для чего? Давайте разберемся, давайте, как вас зовут? Надежда, может быть, начинается, наточь, Ольга, Ольга, наверное, вас зовут, да? Дом за городом, за городом, давайте, для чего? Ответьте мне, дом за городом, отдыхать там? Летом, возможно, пока вы пишете, я предположение свое выскажу, да? Дом за городом, отдыхать? Ну, пожалуйста, если вы так хотите отдыхать, когда ты будешь там, на выходные ездить? Ну, снимите, снимите, сколько стоит загородный дом? Допустим, 10 миллионов рублей, да? с бани, без бани, разные, да? 10 миллионов рублей, давайте порассуждаем. Сколько ты можешь снимать этот дом на выходные, который можно там, даже 5 тысяч рублей взять на выходные, отдать там за аренду, за пару часов шашлык пожарить, в бане попариться, даже 10 тысяч рублей, если в сутки взять, и то это, много, то сколько лет ты можешь просто в аренду брать? Не ухаживать за этим домом, не, там, я не знаю, за светом, за хозяйством, не следить, не ремонтировать его, просто ездить и отдыхать, пожалуйста, даже дешевле будет, чем покупать его. Давайте, девушка вот написала, да, и второй раз не ответила, зачем ей дом и море? Я бы прям вот с ней вот так вот поговорила, да, если девушка хочет выйти в прямой эфир, пожалуйста, могу прям сейчас с кем-то выйти в прямой эфир, вот так вот с вами поговорить, разобрать ваше желание. Если хотите, запросик можете дать, почему нет, почему нет? Поговорим с вами вот так вот, вот так вот, тет-а-тет, но под присмотром миллиона людей. Так, ну что, свою квартиру, отдохнуть от декрета, но это вообще все в ваших руках, свою квартиру, ну понятно, для чего, опять же, тут нужно понимать, нужно понимать, предельно ясно, да, зачем, свой уголок там и так далее, но важно все-таки разбираться именно в себе. Много денег, много денег, это мой любимый вопрос. Деньги зачем? Вот все пишут, хотя бы желание, дом у моря, еще что-то, а тут деньги. Деньги, это что? Это воплощение вашего желания, да, вы же не просто деньги хотите, вот у меня есть деньги, я счастлив, вот они пачками лежат, вот у меня, вы же их тратить на что-то будете. На что? Какое желание? Деньги желать нельзя просто так, они не придут, это комочек энергии. Дом у моря, либо вот стакан, это да, я мечтаю о таком стакане, хочу его купить, да, хочу купить там телефон, хочу купить пауэрбанк, хочу там купить вот это, вот, и надо желать это, потому что стакан могут подарить, пауэрбанк ты можешь выиграть где-то, я не знаю, в розыгрыше, да, телефон, ну хорошо, можешь ты его купить, я не знаю, премиальный дадут, еще какой-то заработок свалится, нужно желать именно предметы, такие вот, понимаете, вещи, не сами деньги. Отправила запрос на участие в вашем эфире, давайте проверим, потому что бывают разные запросы, вот Татьяна, допустим, и доктор Анастасия, напишите, какой у вас вопрос, здесь в эфире, и, потому что аватарки вот я не вижу, вот, и попробуем, вдруг я выйду, вот скажите, можно так выходить, вдруг я выйду, у нас что-нибудь сорвется, ну можно посмотреть, попробуем, попробуем вот Анастасию и доктора присоединить в эфире, как вы, эфир, а то работаю, эфир оставить, а то работаю, конечно оставлю, конечно, если инстаграм сохранит, но вроде неполадочки все закончили, все настроилось, такие стаканчики продаются, это сеть магазинов, я в Москве этот покупала, не помню, как он называется, но я запомню вопрос, в сториз дам, хорошо, сегодня, завтра выложу, как называется, с удовольствием, так, класс пошли ставить, что, делаем нормально, присоединяемся, автомобиль, новый белый гибрид, чтобы ездить, кайфовать в нем, чтобы он прямо возник самопроизвольно, и проблем нет с ними, тогда не проблем, а все с ним легко, во-первых, да, во-первых, потому что проблемы вам зачем, зачем вы про них думаете вообще, с ним все легко и все классно, кайфовать, опять же, от чего кайфовать, от самой езды, езды именно за рулем, тут кроется что-то еще подводное, самостоятельно хотите водить, можно сесть рядом, белая машина, рядом водитель, и вы кайфуете, и скорее всего, желания ваши вот таким образом исполняются, а вы сетуете на то, что не исполняется желание, хотя вчера катались на этом белом автомобиле, допустим, да, вы же хотите самостоятельно, для чего, тоже это важно, вот чем больше вы разбираетесь в этом, тем быстрее к вам ваши желания реально приходят, а девушка написала, Лилия, не могу продать участок, это мое желание, вы знаете, у нас все, кто играл в игру, привет, вселенная, где мы мысли, вот по поводу продаж, там вообще сразу все отлетает, и машины продают, и квартиры, и дома, где просто поле, дом стоит, не знаю, 15-летние в нем жили, и он понадобился кому-то, понимаете, то есть, это все вот, энергию главное расшевелить, расшевелить, из коробочки своей выйти, да, вытащить себя оттуда, я не знаю, за волосы, за ногу, за руку, вытащить себя оттуда, просто взбодриться, понять, что так, для чего я это хочу, что я делаю, да, это первый такой вопрос, для чего, дальше, второй этап, вы разобрались, все, уже возможно сто раз ваше желание поменялось, и пришло вообще другое на ум, потому что вы вот в момент разбора, внутреннего самокопания, вы пришли, да, к этому, разрыв какой, между настоящим, и вашим желанием, зарплата 50 тысяч рублей, хочу 700 тысяч рублей, когда исполнится мое желание, ну, зарплата 50 тысяч, и допустим, 70 тысяч, такое желание, в принципе, может исполниться и на следующий день, потому что, что происходит в этот момент, ты концентрируешься на этом, у тебя сразу возникает, хопа, идея, вот это я могу слить на другого работника, да, а вот это я могу притянуть к себе, или, допустим, взять часть работы другого работника, да, и вот так все распределить, и у меня будет больше зарплата, или вообще подработка какая-то, я же могу это делать, точно, все, ты взял эту работу, и все, и все, и вот твои вот эти разницы, 20 тысяч, ты уже 70 получаешь, а когда 50 и 700, ты сам в это не веришь, как, что должно произойти, чтобы это случилось, это просто сложнее, нужно начинать все-таки, да, желать можно хоть миллион 700 в месяц, долларов, хоть евро, хоть миллиардов, реально, реально, ну, просто вопрос, когда, тогда снимается, понимаете, ну, смотрим, ну, реально же, надо в глаза смотреть, то есть, лучше ставить такие вот маленькие цели, но к ним вот быстрее идти, быстрее идти, явно, что там 70, потом 120, там, 180, вы привыкаете к этому, и таким образом, желание ваше исполняется, или, допустим, там, менеджер, а я хочу стать владельцем компании, даже не директором, а владельцем компании, сегодня ты менеджер, как ты видишь себя владельцем компании, ты не знаешь вообще, не этот путь, ничего, ну, хотя бы давай там заведующим сектором, потом директором, а потом владельцем, либо тогда все на корню, я все знаю, я все умею, если вдруг вы почувствовали вдохновение, чем вы хотите заниматься, вот этим, да, йогу свою хочу, преподавать, допустим, там, все, я точно знаю, только здесь тоже, я бы, допустим, не стала брать каких-то кредитов, миллиардных, миллионных, все, там, заряд появился, горит в одном месте, да, и пошли кредиты там набирать, а потом что делать с этим, потихонечку, опять же поэтапно, одно большое дело можно делить, даже вот эту маленькую часть можно разделить на несколько, оно только вот так, вот так раз-раз-раз-раз-раз, и все сбывается, чем вы загадываете, 50 тысяч и миллион пятьсот в месяц, вот, поэтому мы же за быстрое исполнение, и вот таким вот таким образом можно себя раскачивать, ой, сколько комментариев прям листаю и не прекращается, ой, так, читаю комментарии, понимаю теперь, почему Лиля разбирает все по полочкам, боже, Лиля, откуда столько терпения у вас, а вы знаете, лучше разобрать по полочкам, лучше, чтобы до одного человека дошло это, да, и у него случилось счастье в жизни, чем просто вот выходить, что о чем-то говорит, там, да, просто так, воду, воду лить, там, да, и просто, допустим, там, дать заряд, который, я не знаю, поможет, не поможет, но я люблю предметно, тогда можно на примере этого человека объяснить всем вам, всем, кто сейчас смотрит на экран, держит телефон, да, тем, кто обедает, приятного аппетита, вот, то есть, вот таким образом, это, я же не делаю это, я не терплю ничего, откуда столько терпления, я ничего не терплю, я делаю это в свое удовольствие, для вас, я вижу ваши результаты, после игры привет вселенная, любимые, дорогие мои, вы знаете, какие я получаю комментарии, у меня тут случился на позапрошлой неделе, прорыв, я просто разревелась в сториз, потому что, люди получали, получали квартиры, выигрывали там, и подарки, я не знаю, на концерт вот девушка, да, пошла там, мечтала, просто, везучесть какая-то у вас появляется, да, там, позитивный настрой, семьи воссоединяются, детишки радуют, квартиры вы покупаете, просто у меня в прошлый месяц, вот реально, ключи от квартиры, весь, все сториз у меня были, ключи от квартиры, от квартиры, от квартиры, новоселье, 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 конечно, ну, конечно, я буду, я, конечно, буду вам это рассказывать, но я это знаю, почему я должна молчать, ну, проснула себя в хорошем настроении, вы мои подписчики, ну, вышла с вами, поделилась, единственное, почему, вот я сделала игру, привет вселенная, в WhatsApp, потому что там я могу реально с вами, с каждым поговорить, вот, переписочка моя, да, с вами, написал, Анюта пишет, допустим, вот такие вот, вот моменты, да, ну, вот могу, допустим, что-то мне писала, я благополучно, да, а, мой запрос вселенной, быстро и легко продаю квартиру в Новосибирске и с радостью выезжаю в свою новую квартиру в Петербурге, да, и я ей написала, допустим, что я благополучно, важно же желание какое у Анечки, да, переехать благополучно в свою квартиру, вот, тут наша переписочка, я ей говорю, давай таким образом, тебе же главное, что переехать в собственную квартиру в Петербурге, зачем ты ставишь себе вот это продать, то нарисовала схему себе, видите ли, а с чего ты взяла что-то так, а может и получится, ты бы вот сохранила квартиру, а купила бы там, ну да, ну просто денег нет, ну как, я вижу такую возможность, ну хорошо, это логично, это нормально, это то, что понимает твой мозг, а в жизни случается очень много всего, если благополучно, то явно случится столько хорошее, чтобы ты переехала туда опять же, понимаете, в Новосибирске, а у некоторых бывает такое, что просто хотят переехать, а потом начинаешь с ними в личной переписке разбираться, в игре «Привет вселенной», и получается, что они ни разу не были в этом городе, я говорю, а зачем ты туда переедешь, но мне нравится, подружка там у меня живет, ну почему нет, ну почему нет, ну я бы допустим, вот когда я хотела переехать в Москву, я не знала точнее, хочу я или не хочу, я поехала туда на три месяца и пожила, и казалось бы, можно было тоже говорить, что три месяца одно, а как бы год это другое, но я уловила заряд, я почувствовала, мне там интересно, и я себе дала такую вот установку, что сейчас я туда приезжаю, и если город для меня, если у меня закручиваются здесь какие-то интересы, появляются знакомства и интересы в развитии, в мое, я всегда за развитие, то тогда, да, и действительно это появилось, вот так мгновенно, с телеканалом «Пятница», я была у них на корпоративе на новогоднем, хотя когда приехала в Москву, я даже не знала, у них на сайте, если вы зайдете на телеканал «Пятница», там нет телефона, с кем можно было поговорить с человеком, нет, у них там комментатор, и девушка говорит, что все подробности смотрите на сайте, где найти, нигде не найти, но у меня получилось, я вот так вот все, когда приезжала на мероприятие, там были знакомые знакомых, вот так все, я пообщалась даже за кулисами на мероприятие с Николаем Картозе, это директор телеканала «Пятница», вот так случилось, подписчики мои видели у меня в сторис, Антон мне написал, говорит, «Лиль, как обычно», он даже не удивился, что это таким образом, то есть, если что-то хочется, все случается, таким вот волшебным образом, все, и пошло, пошло, поехало, да, и опять же, допустим, телеканал это будет, мне интересно свой инстаграм развивать, я хочу очень, мечтаю, надо сняться в кино, и пришел такой вариант, что снять сериал на своей страничке, и все, опять же, да, продюсеры с ТНТ, как-то так все это получилось, мне интересно, мне кайфово, я хочу, у них там свой интерес, у меня свой интерес, и как-то вот так вот раз все сложилось, понимаете, и поэтому очень важно делать маленькие такие моментики, да, и вот возвращаясь к переписке, да, то есть я говорю, что давай вот таким вот образом, что мы нацеливаемся на Новосибирск, да, но думаем про вот эту квартиру, все реально, смотрим, что происходит, там дальше уже второе, третье задание там пошло, да, вот, и дальше я даю там технику притяжения, и все, и вот тут получается, карту желания мы тут делаем еще, это, кстати, она мне скинула, у нее получилось так, что она загадывала, и тут же вот она уже полетела, и вот она говорит, что в начале эфира, кто видел, может еще кто-то с нами, да, здесь до конца смотрит, вот пишет, пилот сообщает, ставьте перед собой крупные цели, по ним труднее промахнуться, ну, я тут же сказала, классно, конечно, Ань, классно, но даже это мне не очень нравится, я сразу вижу здесь, что надо ставить крупные цели, по ним проще попасть, а не труднее промахнуться, она согласилась, говорит, Лиля, вы всегда что ли высли контролируете, я говорю, конечно, потому что я очень хочу, чтобы мои желания исполнялись, очень легко, просто, и чтобы все сбывалось, и желательно еще вчера, она посмеялась, ну, в общем, одна из переписок, да, такая вот индивидуальная, картинки присылают, все нормально, все мы делаем вместе, Лиля, безгранично благодарна тебе, за твою игру, спасибо тебе, за все, что ты делаешь для нас, за твою энергетику, про энергетику пишут каждый, я уж не знаю, как вы ее чувствуете, но, видимо, если вы все пишете про энергетику, что-то, видимо, у нас там с вами происходит, я не знаю, кто-то пишет, что через телефон там ее даже чувствует, ну, да, есть такое, есть такое, есть такое, да, это действительно так, так, давайте, есть еще моменты, которые я вам хотела бы сказать по желанию, да, то есть в начале эфира мы говорили про то, как разобраться с этим, действительно, да, такие вот нюансы вы писали, да, в комментариях, что действительно точно, точно, точно пошла разбираться, и уже пошли мысли, мозговой процесс пошел, о том, чтобы понимать разрыв, какой от настоящего к будущему, да, про зарплату 50 тысяч и 550 тысяч, да, и про должность менеджера, и про владельца компании, да, насколько это, еще один момент, который я бы хотела озвучить, да, опять же, когда исполнится желание, заряд на решительность должен быть, однозначно, однозначно заряд на решительность, что это такое? я просто подумала, что сейчас многие скажут, да, встань, иди и делай, тоже какая-то уже фраза, обрела, обрела такой, в одно ухо влетело, в другое вылетело, наверное, да, встань, иди и делай, или, надо полюбить себя, тоже слова уже, вот эти фразы у меня, они уже, ну, никак не цепляют, потому что они уже такие заезженные, какой-то штамп, пролетают, не знаю, может быть у вас по-другому, но вот, что такое? Сказали полюбить себя, а как полюбить себя, забыли сказать? Есть моменты по этому поводу тоже, спасибо, Лиля, спасибо, пишут, поэтому смотрите, если я говорю, что заряд на решительность, я вам, конечно же, расскажу, что значит для меня заряд на решительность, вот девушка мне одна написала в директе, что бы вы сделали, если бы вам изменил муж? А я сказала, мне изменил муж, это было, и я от него ушла, это решительность, я, у меня муж, допустим, да, моя там любовь, вторая половинка, должна в моих представлениях быть непреданной, да, взаимная любовь, уважение, и так далее, поэтому все, значит, и у меня, допустим, это, мне было, когда 23 года, да, там это случилось, у меня не было такого, что, да, это был там шок, это там замужество, естественно, ты думаешь, поженился и до конца дней своих, да, и умереть в один день, а лучше жить вечно, вот, но у меня сразу такое ощущение, что просто все, не тот человек, я все поняла, сразу ушла, поэтому решительность, если бы я все это терпела, и терпела, и терпела, а я не терпила какая-то, да, там терпеть это все, вот, то, наверное, бы это вылезло в какое-нибудь, я не знаю, психическое расстройство мое, и так далее, и тому подобное, превратилось бы в какую-нибудь, там, уставшую женщину, да, от этой всей истории, вот, поэтому я тут же, решительность, все, до свидания, пока, и этот муж, помните, кто не знает, да, мою историю, просто всегда хочу ее повторять, чтобы подписчики, те, кто не знает меня, понимали, что я ушла от мужа, от своего первого, потому что он, во-первых, не изменил, во-вторых, он украл у меня сына, когда мы начали разводиться, я захотела по-хорошему, уехала в другой город, все, ничего мне не нужно, все, расстанемся с миром, а он вот таким вот образом начал делать, то есть ребенка у меня украл, дело он меня уголовное завел, и так далее, ну, очень интересно, я подумала, ничего себе, с каким человеком я жила, и как хорошо, что я от него ушла-то так, а, вовремя, а он меня убеждал, с работы уволился, я только устроилась на телеканал, мечта моей жизни, он говорит, мечту захотела, ух ты же, блин, а ну-ка, и полгода ходил там к директору, не знаю, что он там наговорил, но с России, с телеканала, ну, как бы у меня сняли с эфиров, я сказала, все, да я даже работу поменяла в тот момент, представляете, вот насколько решительная я, допустим, потому что я не трачу время на какие-то промежуточные варианты, меня это не устраивает, мне нужен самый лучший человек, самый преданный человек, самое лучшее место работы, или самое лучшее дело, если это не работа, да, самое лучшее все, поэтому, даже если меня, вот допустим, на России, да, где я пошла сначала, первая моя работа, да, там телеканала Россия, то там, допустим, меня попросили, я поняла, что, если вы верите, как первому встречному, да, мозг вам промыли, что я там что-то делаю не то, вы знаете мою историю про ребенка, и вы меня так увольняете, снимаете с эфиров, ну, поработай там журналистом, да сейчас прям, я поработаю журналистом, хорошо, но я поработаю в другой телекомпании, и ушла на региональный телеканал, первый в России, это губерния, очень часто, я, кстати, когда была на первом канале, в школе, да, там у нас был мастер-класс, и приводили телеканал, этот в пример, что вот это первый такой телеканал, на котором можно даже равняться, федеральный телеканал, в общем, очень я его полюбила, и там проработала 6 лет, туда он тоже позвонил, бывший муж, ну, как бы, там директор знал, что такой случай возможен, и он просто сказал, мы знаем, кто такая, окей, если вы еще раз позвоните, уже наша служба с безопасностью займется вами, типа сюда и звонить не нужно, все, вот эта компания, вот эта защита, вот это отношение, все, я осталась преданной до сих пор, до сих пор, я не знаю, я всегда говорила, что это, я ушла до телеканала, потому что, опять же, сейчас развиваюсь дальше, мне интересна сеть, да, это Инстаграм, Ютуб, и я хочу расти дальше, да, потому что это командировки, это Москва, да, поэтому я ушла с телеканала, но ушла с такой благодарностью, у меня очень хорошее отношение абсолютно со всеми там, я даже сказала, вдруг, если в Хабаровске нужно срочно какой-то эфир провести, я готова, просто вот выйти и провести, все, поулыбались, посмеялись, я люблю и знаю наших телезрителей всех, они меня тоже встречают в городе, мы обнимаемся и так далее, вот, решительность, для вашего желания должна быть решительность, без нее вот никак, не нужно цепляться, вы достойны лучшего, вот так вот, некоторые загадывают желания и не верят, вот давайте про Веру поговорим, как поверить, что это у меня будет, я хочу свою квартиру, свою, Лиль, ну я не верю, и мне всегда хочется спросить, а вы вообще достойны того, чтобы у вас была своя квартира, или вы недостойны, ну конечно, в смысле не я, конечно, конечно, я достойна своей квартиры, тогда почему вы сомневаетесь, что эта квартира у вас будет, подкуда такие сомнения, я хочу зарабатывать 100 тысяч в месяц, но я не верю, что так будет, подожди, ты не достоин этих денег, в месяц 100 тысяч, ты не достоин? Нет, почему я достоин большего, и сразу как раз, так а в чем проблема, вот она Вера, сразу вспоминаете, достойны вы этого или нет, если не достоин, тогда скажи, не, я не достоин 100 тысяч, нет, не достоин, ну все тогда, тогда и тогда, и тогда и все, и не загадывай, и не достоин, ну понимаете, амбиции у всех есть, а вот веры почему-то нет, здравствуйте, понимаете, вот такая история, поэтому вот про такой момент и хотела вам еще сказать, я тут смотрю на время, чтобы у нас эфир не отключился, тот час пролетает всегда моментально, давайте секундочку, отвлеку сейчас на ваши вопросы, иногда тоже бывает, интересно, что-то вспоминаешь, когда видишь, читаешь, да, комментарии, так, давайте посмотрим, космос лиля, кто-то пишет, кто-то написал мне, обычно, классная игра, привет вселенная, как попасть, там говоришь, ссылка в шапке профиля, а кто-то пишет, написал мне, игра, игра космос, ну что-то такое, просто смешно было на тот момент, так, смотрела вчера я фильм секрет, сколько там ваших слов, просто бомбы, пробирает до костей, кстати, фильм секрет вообще первое, что я посмотрела, в 16 лет он мне попался, когда я еще ходила в школу, заканчивала, и там очень правильные слова, но когда я посмотрела первый раз, очень было, много вопросов осталось, опять же, как поверить, вот я сейчас привела пример точно, как поверить, там такие слова все-таки общие, но он вот один из любимых, он такой бестселлер, для того, чтобы настроиться, чуть-чуть переключиться, выйти со своей какой-то рутиной, возможно, отличный фильм, очень люблю его, да, как избавиться от страха, про страх давайте проведу отдельный эфир, есть, я проводила такой эфир уже, давайте встретимся, и в следующем эфире я вам расскажу подробно, потому что вот так вот, ну, наскоками не получится, вопросов очень много, вот, расскажу, хорошо? Лиля, я точно на такой же стакан, о, Господи, на такой стакан смотрела на днях, куплю его, конечно, дальше прочитаю, читаю, здравствуйте, привет, так, 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 Лиля, если человек на самом деле, а, на самом дне, как найти энергию на желание, на позитив, решительность, да, ну, если на самом дне, то как найти энергию на желание, желание не возникает, или как, очень утопический такой вопрос, да, даже читаешь его, и сразу он такой гасит, это вот человек просто, видимо, реально устал, реально он, не будем про это говорить, да, ему реально нужно взбодриться, лучше вот так говорить, да, ему реально нужно выйти, наверх, и так далее, то есть, даже вот так, отвечая на вопросы, лучше, даже, даже в позитивном ключе, да, отвечать, сначала идет желание, потом идет вот разбор, реально твое это желание или нет, потом ты понимаешь, когда оно исполнится, насколько разрыв большой между твоим реальным состоянием, и хочу, а потом только решительность, а потом тебя уже так будоражат, что ты уже автоматически идешь на первый шаг, делишь его про то, что я говорила в начале эфира, кто недавно присоединился, обязательно пересмотрите эфир, очень много полезного, точного, как пишут подписчики, да, без воды информации, точной, как поверить в свои силы, точно так же, как и в свои, в веру в себя, точно так же, про веру я рассказывала, опять же, если сохранится эфир, то можно будет попересмотреть его, так же, как и вера в себя, я говорила про это, слишком много в жизни разочарований, поэтому тяжело верить, но попытаемся, хватит, стоп разочарованием сказали, встряхнулись, все, все разочарования позади, впереди, точнее, даже можно сосредоточиться на то, что впереди, впереди только хорошее, все, закончилось, завтра новый день, завтра только хорошее, и поверьте, когда случается какой-то моментик, сразу зафиксировали, и понимаете, за ним придет еще лучший момент, и таким образом, все реально складывается, сложно, когда тебя не поддерживают в семье, а вы перестаньте обращать внимание, в первую очередь, вы сами, вы, это вы, хочу рассказать, сомневалась, но расскажу, конкретный пример, люблю на конкретных примерах, приводить, потому что более точно получается ответить, девушка в игре, привет, вселенная, пишет, Лиль, хочу задать вам вопрос, опять же, я говорю про личную переписку, конечно, я отвечаю на вопросы игры, чтобы не уходить куда-то там в дебри, но тем не менее, вопрос касался желания, она говорит, у меня сын есть, он уже женился, у них дочка, и вот, мама эту дочку забрала, а мы хотим ее забрать обратно, потому что она какая-то там, и на невестку говорит, что она плохая, и так далее, и тому подобное, ну, рассказывает, вот такое письмо, да, я все это почитала, типа, забрать, как бы вот вы поступили в этой ситуации, потому что мама там за дочкой не ухаживает, и вот с сыном они хотят забрать, а у меня, во-первых, у самой была такая ситуация, что у меня ребенка украли, и муж меня так выставлял, ну, представьте, уголовное дело завел, я реально ездила в суд, доказывала, что я не верблюд, и что я ребенка не избивала, что я не била, но он просто полицейский, ему было очень просто, видимо, такое дело завести на меня, но в итоге все нормально, я привлекла там, да, свои связи, телеканал, на тот момент я как раз устроилась на губернии, видите, как все складывается, как вот от чистого сердца идет, так себе потом и возвращается, все хорошо, и в итоге он забрал свое заявление, ладно, не про это, вот, и эта девушка, значит, женщина спрашивает, как бы вот мне забрать, как вы, что вы думаете, я говорю, я могла, да, говорить и про себя вспоминать, и про нее, и про вникать, про дочку, но, я для чего с вами веду игру предселенной, чтобы мысли ваши помогать на место, да, как бы вставлять, вправить там, да, и нацеливаться только на себя, на свои желания, я ей сказала о том, что, вот смотри, во-первых, я говорю, что все касается только, вот, все ситуации, тебя лично самой, у тебя сын, ну, и твоих близких, да, поменять в этой жизни, ты не можешь, кого, поменять в этой жизни, ты не можешь только родителей, и детей своих, потому что все, других не будет, это так, это факт, мужей, подруг, коллег, директоров, кого угодно, работников, ты можешь менять, вот, до такой степени, до такого момента, пока тебя не устроит, все остальное, оно твое, поэтому у тебя есть сын, окей, но у него уже есть своя семья, поэтому он сам, должен со своим ребенком, разбираться, во-первых, а теперь давай вспомним, ты какое желание загадывала, я спрашиваю ее, мы поднимаем переписочку, она говорит, я живу счастливо, в своем доме, там, с внучкой, опять же, да, там вижусь и так далее, я говорю, ты посмотри, какой у тебя запрос, ты счастливо живешь со своей семьей в доме, ты, если ты будешь забирать сейчас детей, ты вот что посылаешь этому человеку, ты любовь посылаешь, ты реально считаешь, что вы все потом, это счастье ты несешь, что несешь ты этому миру, да, допустим, что несешь ты конкретно, не будем брать, я даже представляю, сейчас она там могла бы мне написать, да, но эта невестка, она такая, сякая, поэтому я сразу написала в письме, что давай не будем сейчас, про тебя будем, про тебя, ты должна излучать любовь, счастье, позитив, в первую очередь, попробуй это излучать, и ты увидишь, как все поменяется, и зачастую так и бывает, когда ты думаешь про себя, и сам излучаешь это, то, что желаешь, ты же желаешь, да, счастья в своем доме, излучай счастье, позвони вообще, сыну, невестке, внучке, просто скажи, я вас всех люблю, все будет хорошо, а не участвуй, в ссорах и подогревает все, понимаете, но как бы опять же, это вот личная переписка с одним из участников игры, но вот такая история, и она реально поняла, что у них все сейчас реально наладилось, а могло что произойти, не будем это повторять, да все что угодно, но только нехорошее, как можно урегулировать конфликты, подливая масло в огонь, в первую очередь, ты должен понимать, что все, что от меня зависело, я все сделала, да, делаю, продолжаю делать, и я делаю это с любовью, хочу получить любовь, и излучаю любовь, и даю ее, своему большему мужу, когда он меня украл, ребенка завел на меня уголовное дело, я просто желала здоровья каждый день, знаете, что это значит, желать здоровья, не так, знаете, как люди там, дай бог тебе здоровья, так пожелал, что господи, не умер бы на следующий день, понимаете, то есть, здоровье-то почему желает, человек вот, он сделает нормальный человек, разлучит мать с ребенком, он заведет уголовное дело на мать, чтобы потом, я не знаю, один из родителей, и ребенок потом не смог не устроиться никуда, не на работу, да, мать уголовница, там, я не знаю, он вообще будет этим нормальный человек, здоровый человек не будет, это значит, мозг повернулся, я не знаю, сознание улетело куда-то, в далекие края, и все, понимаете, поэтому я просто говорила, господи, пожалуйста, дай здоровье ему, просто дай здоровье, образумься, это значит, все, человек выздоровел, все, все прошло, ребенка отдал, все нормально, Лиль, прости, все классно, вот что значит, пожелать здоровья, давайте почитаю, чужие еще, комментариев ваших, очень много, я боюсь пролистать, так, ой, проскакивает, какая вы красивая, спасибо, 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 Лиля, прям очень много комплиментов, как-то сразу пачка, видимо, я что-то как-то, уж удачно повернулась, вы меня так сразу, раз написали, прям чувствуется, хочу попасть к вам, в игру, приходите в игру, настроимся вместе, я специально сделала 500 рублей вход, да, как бы, чтобы у каждого была возможность, 500 рублей, что это такое 500 рублей, да, это деньги, безусловно, но не 5000, не 15000, то есть, такая более приближенная возможность, поэтому приходите, конечно, мы две недели работаем, я с вами общаюсь, мы настраиваемся, все классно, кто-то играет по два, по три раза, потому что чувствует, что именно в этот момент у них как-то все больше получается, ссылка в шапке профиля, переходите, нажимайте, я всем вам отвечу, в течение суток, да, допустим, тем более, мы там делаем, помимо того, что мысли свои формируем, еще и карту желаний делаем, бонусом, да, так скажем, у нас этот первый эфир выпадает на первые лунные сутки, я рассказываю, как ее делать, вместе заряжаемся, так, вообще, я листаю комментарии, они прямо из пальцев выскакивают, очень много, как работать с самыми амбициозными желаниями, вот смотрите, отвечу так, напишите желание, напишите желание, потому что амбициозные желания, это не желание, для вас они могут быть амбициозными, а для вашей коллеги по работе, это самое обычное желание, она на Мерседесе приезжает на работу, для нее этот Мерседес, что такое амбициозными желаниями, зачем вы сами даете им оценку, вот вопрос, что значит амбициозными, конкретное желание назовите, скажите, Лиля, как работать вот с этим, а дальше разберемся с вами, так, Лиля, такая смешная, все время улыбаюсь, когда на тебя смотрю и смеюсь, все нормально, я здорово, прекрасно, чудесно, приходите, конечно, 26.04, приходите, зарядимся, у вас есть личная консультация, как записаться, вы знаете, я всегда вам говорю, вам не нужна личная консультация, все нормально, смотрите эфиры, поиграйте в игру, там я вам скажу, и сориентирую там, по вопросу, да, конечно, если сложно, личной консультации, кстати, я разыгрываю среди участников, игры, привет, вселенная, и игра, привет, любовь у нас есть, вот ссылка в шапке профиля у меня, в инстаграм, на нее нажимаете, и там прям будет, в какую игру вы хотите, в игру или во вселенную, можно и туда, и туда пойти, что-то 500 рублей, что это 500 рублей, чуть-чуть промежуток у них есть, любовь, я допустим, рекомендую вечером прослушивать, если вы совмещаете, потому что вечером настроиться, очень такая глубокая тоже информация, очень коротенькая, но такая точная, это я так называю, поэтому приходите, могу ли я через свое желание помочь мужу решить проблему с работой, ну, слава богу, хоть написали через себя, потому что очень часто хотят Василия женить на себе, мой любимый вопрос, хочу Васю, Петю не хочу, а Вася-то что, Вася это у нас, Вася это что, энергия такая, или что это, вы любви, наверное, хотите, я не вам, да, девушка именно, а просто вот, бывают участники спрашивают, я говорю, вы, наверное, любви хотите, а не Васю, Вася это что, что такое Вася, конкретный человек, а может быть он вас не хочет, как можно желать, вот конкретно его, просто я понимаю как, да, потому что, женщины хотят любви, и думают, что Василий единственный на этой планете, все, другого не будет, поэтому хочу Васю, и все, понимаете, любите себя, цените себя, спросите честно у Васи, давай разберемся с тобой, садись, давай же, давай вот раз и навсегда, нет, окей, все, забываем, расстаемся с друзьями, мир, дружба, жвачка, любви надо желать, и тогда Вы увидите того, кто смотрит на Вас, кто давным-давно уже глаз на Вас положил, поэтому нельзя желать кого-то, а вот, допустим, девушка спросила про мужа, да, через мужа, да, 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 можно, но опять же, в чем помочь, ну, я понимаю, что, да, вот личная переписка, возможно, аватарочка, да, вы не хотите лично говорить про проблему какую-то, но я за точность, я вот за точность, вот кто пишет правильно, да, ну, неправильно, четко, формирует, да, просто, я могу ответить, через мужа можно, допустим, когда здоровье желают, да, они, допустим, там, родителям, говорят, что я с мамой иду по магазинам выбирать продукты для, там, пирога, который она печет, то есть, она видит себя с рядом идущей мамой, не дома где-то, да, у кровати, там, болеет и так далее, а именно магазин, общество, и она идет, радуется и разговаривает с мамой, но желание, как бы про маму, то есть, ну, примерно таким образом, а так, более точно могла бы ответить, если был бы конкретный вопрос, так, так, мне бы научиться так здоровье желать, чтобы бывший забыл совсем, а то, глядя на него, кажется, что адекваты кончились вообще, ну, а что туда, пожелайте реальное ему здоровье, правда, потому что человеку, который делает такие поступки, различные, гадит тебе там, на коврик, да, ну, не получится по-другому, только если он придет в себя, пожелайте ему здоровья, слушай, здоровья тебе желаю, чтобы тебе все было хорошо, счастья, потому что, если он счастлив, а еще и богат, он от вас останет, понимаете, так, так похоже на мою подругу, Егор, такой же интонацией, она, наверное, со мной общалась, знаете, бывает такое, долго с кем-то пообщаешься и перенимаешь, я шучу, конечно, факт такой есть, да, да, я вообще для вас, я считаю, подруга, пожалуйста, я с вами, вот вы, я всегда говорю, на моей кухоньке, я вот себя здесь на стульчике представляю, беседую с вами, давайте, говорите, задавайте вопросы, все, зарядимся, весна, скоро лето, нужен нормальный, правильный настрой, с Украины можно участвовать, участвуют с Украины, да, это же интернет, ватсап, если у вас есть ватсап, интернет, конечно, хоть откуда, очень много стран принимают участие, конечно, наш, да, хотя, хотя, да, написала девушка, мне говорит, парень немец, можно ли с ним вести переписку, я думаю, ну, интересный опыт, конечно, там будет что-нибудь такое, знаете, перевод, ну, не знаю уж, сам лично он хотел, либо через нее, но я говорю, без проблем, можно гуглить там, да, как-то, и общаться с вами, да, хоть, можно все, можно все, знаете, такую песню, так, как сделать выбор, идти на повышение или не идти, в основном, если такой выбор возникает, и ты еще мешкаешься, основном такое бывает, когда ты хочешь уйти с какого-то места, то когда вот точно пришло, точно, точно, тебе уже пора туда уходить, даже выбора такого не возникает, даже выбор такой не стоит, точно знаешь, ни секунды не думаешь, вот тогда да, если все-таки выбор стоит, нужно подумать, взвесить, потому что, если еще решение неоднозначное, ну, тут опять же все нужно вот индивидуальненько смотреть, я тебя обожаю, очень хотела бы с вами познакомиться, познакомимся, познакомимся обязательно, в Хабаровске была встреча, в Москве тоже, я хочу в Москве встречу запланировать, такую организованную, чтобы место было точно для нас, чтобы все могли друг друга видеть, да, чтобы было большое пространство, с какими-нибудь вкусняшками, теплым ароматным чайком, хочу подарить подарки, хочу зарядить вас, и подарочки какие-нибудь такие, которые притягивают желание, может быть какие-то браслетики, может быть еще что-то, они вот просто будут с такой любовью, и я знаю, что все исполнится, вот хочу такую встречу организовать, хочу потом через месяц, хочу совсем другое, ну вот, 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 про что я говорила, кто смотрит в сохраненный эфир, мотаем назад, назад, вот в чем проблема, то одно хочу, то другое, то пятое, то десятое, в итоге ничего нет, жизнь прошла, все, ничего не работает, поэтому спокойненько, пересматриваем, не буду сейчас повторять, просто эфир, вот там все по полочкам, четко, без воды, все рассказано, очень нужен настрой, потерялась совсем, всю жизнь в делах, вечно я занята, сейчас пришло время, и у меня есть возможность себя развивать, на себя время бахнуть, что делать, не знаю, впервые такое, наконец-то, пришло, хотели-хотели всю жизнь, пришло, а теперь растерялись, такое тоже бывает, ждешь свое желание, ждешь, потом бац, она приходит и думаешь, а что делать, хочешь поступить, как у меня девушка хотела поступить, в Америку, там, в Гарвард, я не знаю, какое-то такое заведение, да, и она говорит, Лиль, я в шоке, я поступила, я вообще просто в шоке, в шоке, она писала мне неделю, наверное, такого не может быть, я говорю, да может быть, мы с тобой все правильно сделали, настроились в игре, все нормально, вот смотри, твое письмо, она, а что теперь делать, а я не готова, и я не знаю, а что теперь, а как, ну, конечно же, все это спокойненько, спокойненько принимаем с благодарностью, идем, шагаем вперед, навстречу счастью, хочу найти работу, только чем хочу заниматься, не знаю, а может вы не хотите работу, подумайте над этим, скажите, пожалуйста, есть ли расплата за желание, да, конечно, вы расплачиваетесь страхом, отдаете страх, получаете желание, отдаете неуверенность, прощаете с ней, получаете желание, конечно. Привет, привет, желаю здоровья всем, девушка пишет, пожелаете мне здоровья, счастья и лучшего позитива, желаю всем здоровья, всем, 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 всем очень много крепкого. Очень жду игру «Привет, любовь». Для меня это так важно. Плачу несколько дней, и то не могу прийти в себя. Придете в себя однозначно. Даже те, кто казалось бы, хочет прийти в игру «Привет, любовь», но у него все прекрасно, да, и то он приходит и понимает очень многое для себя. И все классно становится. Завтра, кстати, игра «Привет, любовь» стартует. Завтра. Игра «Привет, любовь» уже. Начинаем. Недельку всего идет. Проходите. «Лиля, я не хочу замуж, да даже не знаю, какому мужчину рядом. Что делать? А зачем знать какого?» «В игре «Привет, любовь» поможет понять? Да, только хотела сказать, только хотела сказать, какой встретить. Мы не пишем там списки «хочу блондина», яркого, позитивного, чтобы был с юмором, размер ноги 38 и так далее. Нет. Там о другом. Нужно понимать только два моментика. Два. Сначала хотела сказать один главный, но все-таки два моментика, но которые помогают тебе все это понять. В игре «Привет, любовь» я про это рассказываю. «Играла в «Привет, вселенная»» игра супер. Сразу стали происходить изменения в жизни. Конечно. Просто мысли материальные. Ты думаешь о хорошем, и это получаешь. Поэтому все классно. Обожаю эту игру. Очень люблю вас. Знаете, хочу сказать, пора уже завершать. Сейчас выключится эфир. Я не люблю так обрывать. Просто закончу на том, что действуйте. Действуйте, и вы поразитесь своим возможностям. Действуйте, и вы поразитесь своим возможностям. Мечтайте правильно. Все у вас получится. Все будет хорошо. Я вас очень люблю. Очень. Вы мои самые родные, потому что инстаграм для меня мой. Мои подписчики. Я вас вижу в комментариях. Я ваше вижу отклики на сториз, когда я там танцую. Я по возможности в директ отвечаю, но не всем, потому что волна. Допустим, по тысяче, по полторы тысячи сообщений, допустим, на сториз. Но я вот так вот периодически там смотрю, захожу, кому-то смотрю. Кто-то, допустим, уже там с Нового года писал еще поздравления. Я извиняюсь, пишу, Наденька, прости, я не видела твое сообщение, но если увидела, я на все сразу отвечаю. Бывает такое. Если надо, срочно какой-то вопрос в комментариях прям пишите. Я читаю комментарии. В игре Привет, Вселенная. Вот личная, да, со всеми переписочка. Там общаемся в игре, настраиваемся. Приходите в игру Привет, Вселенная. Там я с вами на связи, сама лично отвечаю, поэтому все нормально. осталось 1 минута 58 секунд, включился счетчик в Инстаграме, как чувствовала. Поэтому действуйте, действуйте, и вы поразитесь своим возможностям. Я знаю, что у вас все получится. Все будет хорошо. Правда. Люблю вас. Завершая эфирчик, сохраняем. Пока.